всем привет вы на канале тихая охота сегодня 29 февраля я вышел на грибную разведку сейчас я нахожусь возле реки были дожди снег и уровень воды поднялся воды много вот не попались первые грибы зимний опенок фламулина велютипис еще вот они же я долго не ходил за грибами как-то и некогда было и желание не было надоедает одну один и тот же гриб собирать в основном зимние опята потому что были сейчас я надеюсь что нибудь еще пошло разнообразие какое-нибудь кроме зимнего опенка и аурикулярии уховидной хочется еще что-нибудь интересное найти кстати вот она аурикулярия уховидная один грибочек на ветке рядом совсем маленький есть гриб съедобный не устаю повторять вот еще они же хай муэр кикураги по японски по китайски хай муэр кикураги переводится как дословно древесная медуза ну как то так а хай муэр черный древесный гриб по нашему по-русски будет иудина ухо еще одно название аурикулярия уховидная грибы есть вышел я не зря походим посмотрим все что будет интересное буду включать камеру и показывать вот я срезал один грибок ламулина велютипис зимний опенок часто потому что люди все равно не узнают его как-то сомневаются когда находят решила его показать еще раз поближе вот у него ножка бархатистая коричневая вышек шляпки чуть светлее чем ниже тем темнее ножка темная часть жесткая ну многие люди едят и и вот шляпка вот такая рыжая пластинки такие прям слегка желтоватые его даже можно есть сырым я его часто не отвариваю жарю прям так на сковородке или кидаю в суп иногда мне надоедает когда его часто ем его привкус он очень такой концентрированный поэтому я его слегка отвариваю бросаю воду закипели и сразу сливаю и затем уже можно готовить для тех кому не нравится сам привкус его это очень даже подойдет варить его долго не надо гриб абсолютно съедобный еще немножко хочу вам рассказать про аурикулярию уховидную значит гриб можно и нужно есть в свежем виде добавлять его в салаты на вкус он безвкусный практически напоминает хрящ при этом и его хорошо добавлять в салаты например с квашеной капустой и луком да вообще практически в любой салат я добавляю его салат грибная полянка вообще его можно просто делать с луком с растительным маслом подсолили все это самое простое собирать его можно без ножа просто вот так вот отрываете от древесины все вот это вот молодой гриб тут все у него съедобное вот вот этот этот тоже единственно что вот здесь вот можно немножко обрезать уже постарше этот гриб бывают такие которые покрупнее у них части немножко жестковатые которые находятся в районе вот ложноножки которые он крепится к древесине это можно обрезать все так он он весь съедобный даже те части которые вам кажутся жестковатыми вот еще попадаются зимняя пята и аурикулярия уховидная тут на этом же стволе все рядом вот они это валежина но еще достаточно крепкая опята на таком растут любят такое а вот там еще конечно водой тут под затопило ну вот они вот еще опята тут же вот рядом иудина уха растет и еще вот опята ну те вот старые слева справа молоденькие можно брать вот еще на и на ветки вот здесь маленькие он там опять полно сейчас в это время так же встречается и дрожжалка оранжевая гриб съедобный повторюсь еще раз он съедобный его использовали например в Англии для лечения кожных язв просто втирали его в кожу в Китае из него готовят холодные супы с лепестками лотоса еще там куча разных ингредиентов также из него можно готовить салаты иммуномодулирующий гриб очень полезный растет на древесине значит я не помню название этого трутовика который поражает древесину а уже вот эта дрожжалка оранжевая паразитирует на вот этом вот трутовике иногда в литературе встречается такое что они плодоносят вместе в одно время изредка иногда зимний опенок мне попадается вот на таких вот горелых пнях вот можно даже чуть подальше отвести камеру вот два грибочка этот маленький один вырос достаточно кстати крупные сейчас я возьму нож отрежу вам на камеру покажу вот тут даже три три шляпки свежие молодые грибы частенько мне попадаются на лугах в траве вот такие вот грибочки что это за гриб я сказать вам не могу потому что я их сам не знаю так что не будем понты колотить если кто знает что это за гриб напишите мне в комментариях под видео я буду вам очень благодарен похож он немного и на лугового опенка конечно но сходство на самом деле небольшие сейчас я его для вас даже разрежу по вдоль и покажу как он выглядит в разрезе вот такой вот он ножка даже была такая слегка полая не полностью заполненная мякотью может кто-нибудь этот грибок узнает я знаю что у меня есть подписчики которые проживают в лесной зоне европейской части или Урала Сибири таежники и многие из них считают что лесосепная зона это такое вот бескрайнее практически можно сказать поле равнина но на самом деле это не так здесь полно вот таких вот ярков поменьше побольше есть такие которые тянутся на десятки километров очень большие широкие там даже пасут скот больше тысячи голов нужно поместить вот я сейчас вам показываю вот здесь я стою возле ярка дальше вот еще ярк там дальше и если пройти вот это все поле там дальше тоже будет очень много вот таких вот яров есть ярки например которые не выходят никуда они как напоминают как овраг у него нет выхода такая яма огромная глубокая там внутри растут различные деревья здесь даже по яркам очень много попадается не только каких-либо лиственных деревьев терна но есть и сосны их скорее всего придула сюда ветра семена этих деревьев и они здесь растут и попадается достаточно много и походив по таким местам можно понять что за несколько часов нужно просто выбиться из сил здесь очень даже тяжело бывает ходить ну смотря где конечно так же как и в тайге есть горы овраги холмы буреломы которые тяжело преодолевать болото но и здесь в лесостепной зоне есть очень даже тяжело проходимые места например вот такие овраги когда он тянется на несколько десятков километров и все дно заросло вот таким вот терновником такой овраг превращается в огромную такую проблему которую тяжело преодолеть встретилась мне немного вешенка вот она такая вот она темно-коричневых таких оттенков из-за того что холодно когда теплее она более светлая особенно в жару так вообще прям чуть ли не белая а когда холодно вот такая она приобретает темно-коричневые оттенки это не разные виды вешенки у меня попадались такие вот комментарии под видео что очень много разных вешенок видов там есть коричневые есть там светлые нет они вот эти вешенки это вешенка устричная или обыкновенная вешенка они просто отличаются по цвету в зависимости от температуры есть конечно я не спорю есть и вешенка осенняя дубовая но это совершенно другие виды вешенок да есть степная вешенка но это вешенка обыкновенная или устричная и они разные по цвету всего лишь из-за температуры воздуха и влажности не стоит их так различать там вот я увидел еще вот она поменьше тут здесь кто-то их срезал даже вешенки вот они старые немножко посветлее но они коричневые они коричневые тоже так что на этот счет я могу сказать что это ваше заблуждение всего лишь не спорю бывает и я ошибаюсь в грибах но в этом случае я прав это это такой вот мой ответ на комментарий одного моего зрителя я не знаю увидит он это видео или нет я не знаю подписан он на меня или нет но вот они вот такие они коричневые вешенки вот я спустился в один из оврагов вон вот такие вот края у него стены прям высокие здесь все зарастало деревьями кустами вот здесь есть опята зимние вот они вот тут вот поменьше повыше опята в эту пору попадаются часто искать нужно на лиственных деревьях старых вот таких вот подвысохших но опять же на трухлявых они не растут именно вот деревья должны быть вот такие вот заболевшие или уже отмершие вот попадаются мне еще здесь в этом овраге огромные такие вот лопухи аурикулярии уховидной вот они такие большие мне очень даже редко попадаются в основном маленькие и я такие обязательно снимаю на видео когда встречаю такие грибочки таких вот насобирать и можно большую миску салата соорудить с ними так вот их отрываем вот вот еще встретилась вешенка вешенка сейчас попадается мне очень редко в основном зимние опята и аурикулярия уховидная поэтому вешенку как только мне попадается я всегда снимаю на видео вот грибы такие достаточно молодые упругие такие можно брать встретилась мне еще вот такая вот эксидия эксидия чернеющая по крайней мере я ее так классифицировал гриб не ядовитый но и съедобным он тоже не считается хотя есть люди которые его пробовали он похож на желе немножко срастается постепенно в такую в одну массу большие пучки мне он попадался практически всю зиму в конце осени часто я его встречал растет в основном на лиственных деревьях тревесный гриб причем имеет цвет от темно-коричневого до черного цветов и мне кажется он просто малоизучен не настолько он несъедобен даже вот еще встретились мне зимние опята фламулина красавчики попалась вот такая вот валежина с опятами вот вот опята вот они же здесь здесь вот тут вот они такие семейки я люблю нередко попадаются вот вот внизу старые уже подгнившие и повыше молоденькие растут грибы вот на самом низу деревца дерево это оно все больное вот и мох на нем растет погибающая если честно на здоровых деревьях я их не встречаю вообще этого опенка поэтому я даже не знаю те кто боятся что этот гриб например заразит у них деревья в саду просто ухаживайте за ними белите подкрашивайте там где вы срезали ветки или подмазываете садовым варом вот пришел на старое место на этом стволе я находил очень много опят он зарастал практически весь семи сейчас их здесь поменьше но все равно семейки радуют вот красавцы вот тут тоже есть немножко это я тут когда-то грибы собирал эти сейчас посмотрим дальше дальше если вот там вот в воде есть опята вот там ну я не знаю там глубоковато уже уровень реки поднялся я точно начерпаю воды там их немного смысл за ними лезть да нет никакого смысла не полезу я за ними эти заберу а вот здесь вот такие вот красивые пучки фламмулины выросли вот они здесь даже вот покрупнее тут вот маленькие совсем растут пускай растут сейчас пойдем поснимаем крупные вот они все друзья на этом наверное абзац вот опята я показывал их тогда какого числа то в начале февраля это было под снегом вот их тут наросло я сейчас наверное вот отсюда их нарежу и все и пойду домой мне похоже этого хватит вот туда там сто процентов будут еще опята и много но я больше не хочу похоже все хватит на сегодня вон там вот на вот этом стволе тоже семейки все приступаю к работе вот еще пока шел домой встретились мне вот такие вот опята крупные поход за грибами вышел удачный сейчас покажу я с собой брал пакет я не люблю когда приходится долго ходить да еще по пересеченной местности где-то всякие овраги буреломы брать с собой что-то наподобие там ведра камеру большую если я где-то еду например на машине за грибами в какой-то лес где можно будет свободно так походить поснимать то я беру с собой ведро хорошую камеру а в таких местах я просто боюсь камеру разбить и не охота мне и в руках ничего с собой объемного таскать поэтому вот так вот получается всем удачной тихой охоты пока пока